Здравствуйте, хороший человек! Изучать язык по песням – это один из 70 способов изучения языка. И сегодня будем разбирать латышскую народную игру и песню «Адат Бэрни Куадат». В этой песне 6 куплетов. Каждый куплет состоит из двух строчек. Каждую строчку будем повторять два раза. Сейчас я буду читать, а ты присоединяйся и читай вместе со мной. Адат Бэрни Куадаты. Адат Бэрни Куадаты. Вилкам зэтьтесь, ну а дед. Вилкам зэтьтесь, ну а дед. Чтобы тебе было легче запомнить, я присоединила картинку к каждому слову. Итак, слово «Адат» означает «вяжите». Бэрни – дети. Куадаты – вязать. Вилкам – волку. Зэтьтесь – носки. Ну а дед – вязать. С приставочкой «но». И общий смысл этого куплета следующий. Вяжите, дети, что вяжется. Волку – носки свяжите. Переходим ко второму куплету. Вилкам кајас носалушас. Вилкам кајас носалушас. Пурвус међжус брадājот. Пурвус међжус брадājот. И теперь картинки. Вилкам – волку. Кајас – ноги. Носалушас – замёрзли. Пурвус – болото. Међжус – леса. Брадает – бродить. Общий смысл второго куплета. У волка ноги замёрзли. По болотам и лесам бродить. А теперь будьте внимательны. Слово кајас, что означает ноги, употребляется только для человека. А у животного, как мы знаем, лапы. И лапы на латышском языке будут тяппас. Читаем со мной вместе. Таисиет, бэрни, аугсту сэту. Таисиет, бэрни, аугсту сэту. Лаидиет кацу дарзиуа. Лаидиет кацу дарзиуа. И присидиуем картиначки. Таисиет. Делит штота своими руками. Делайте. Бэрни – дити. Аугсту – высоки. Сэту – забор. Лаидиет. Впустите кацу дарзиуа. В хоровод. Общий смысл третьего куплета такой. Делайте, дети, высокий забор. И впустите козочку в свой хоровод. И здесь у нас опять есть языковые ловушки. Два слова. Обратите внимание. Казас с коротким буковкой А. И каазас с длинной буковкой А. С короткой казас обозначают козы. А с длинной казас обозначает свадьба. Как же нам запомнить, какая буковка, с какой буковкой, какое слово что обозначает? Ну, можно придумать так. Козочки долго не живут. У них короткая жизнь. И поэтому буковка будет короткая. Казас. А люди, когда женятся, то они живут долгую-долгую жизнь после свадьбы. И поэтому буковка здесь долгая. Каазас. Вторая ловушечка. У нас два слова. Дарзиня и Дарзиня. Когда мы слышим предложение лайды и отказу Дарзиня, нам хочется его перевести как «пустите козочку в сад». На самом деле, когда мы используем латышские народные песни и игры, то слово Дарзиня переводится как «круг» или «хоровод». И поэтому фраза «лайды и отказу Дарзиня» означает «впустите козочку в свой хоровод». Другое значение слова Дарзиня – это сад. Ман Дарзиня аук розис. У меня в саду растут розы. Переходим к четвертому куплету. Читай вместе со мной. И присоединяем картиночки. Ауксту – высоко. Еще раз это же слово. Ауксту – высоко. Нет экзему – не низко. Лай вилцинис – недабу. Вилцинис – это ласковое значение слова «вилкс». Чтобы волчонок не достал козочку. И общий смысл получается, что высокий-высокий забор, не низкий. Чтобы волку козочка не досталась. И здесь в этом куплете тоже есть ловушка. Будьте внимательны. Два одинаковых по звучанию слова. Ауксту и ауксту. Одно слово обозначает «высокий». Второе слово обозначает «холодный». Как же нам запомнить, что есть «высокий», а что есть «холодный». И опять при помощи буковок. В слове «высокий» буковка «г» – длинненькая. И поэтому слово обозначает «высоко». А в слове «холодно» буковка «ка» – маленькая, короткая. И нам как будто хочется сжаться от холода. Переходим к следующему куплету. Нугуль суни, нугуль лопи. Нугуль суни, нугуль лопи. Нугуль паши ганейтай. Нугуль паши ганейтай. И присоединяем картиночки. Вот и спят собачки. Вот и спят домашние животные. Вот и спят ганейтай – пастухи. То есть все заснули, путь свободен. И следующий, последний куплет. Читай вместе со мной. Присоединяем картиночки. Ну ирлайкс – это пришло время. Вилцинями – ласковое слово от слова «волк». Казу, коза, терты, ловить, дарзиня, в хороводе. Общий смысл этого куплета – пришло время волку ловить козочку в хороводе. Итак, мы разобрали все шесть куплетов, а сейчас следующее задание. Сейчас ты будешь читать текст этой песни вместе с носителем языка. Адат бэрни, кодати, адат бэрни, кодати. Вилкам зецес нодиет, вилкам зецес нодиет. Вилкам кайя с носалущас, вилкам кайя с носалущас. Пурвус межу забрадайот, пурвус межу забрадайот. Тайсет, бэрни, ауксту сету, Лайдет, казу дарзиņа. Ауксту, ауксту, нетик зему, Лайвилциņис недабу. Нугуļ суņi, нугуļ lopи, Нугуļ paši ganītāji. Nu ir laiks vilциņami, Nu ir laiks velciņami. Kasu tērti darzinyan. Kasu tērti darzinyan. Отличная работа. А теперь давай проверим, как хорошо ты выучил эти слова. Сначала я покажу картинку, а ты попытайся вспомнить слово. Теперь будет три территории. Множественное число. Пурс – пурви. Меш – межи. Билкс – билки. Слово «вилцинь» – это ласковое слово, а слово «волк». Каза – казас. Луопс – луопи. Домашнее животное. И десятое слово – это зетти. Ун зеттис. Ну вот, сегодня мы разобрали латышскую народную песню и игру. Ты выучил десять слов, три действия, три территории, три животных и носочки. А чтобы твое произношение стало лучше, надо эту песенку петь. И петь как можно чаще. Улучшай свой латышский. И встретимся на канале Десма Про. До свидания.